Паучьи бои, бандитские разборки, военный путь. Именно так называли то, что сейчас происходит в Луганске. Фактически там произошло свержение власти. Глава фейковой ЛНР Плотницкий поссорился со своим главным, так сказать, милиционером. Сначала бежал в Россию, ну и вот сегодня заявил о своей отставке. При этом останется в Минском процессе, как один из подписантов соглашений и представитель так называемой ЛНР. Но кто и что стоит за переделом власти и чего ждать дальше? О воинственных марионетках, псевдореспублик и их кукловодах Ирина Баглай далее. Зеленые человечки с белыми повязками на рукавах. Это знак отличия свой-чужой во время боевых действий. Но все происходит в, казалось бы, мирном городе, где рядом с вооруженными ходят безоружные. Улицы перекрыты бронемашинами, БДРами и вот российский «Тигр». Нет, это не кадры из Крыма 2014 года. Это Луганск, оккупированный уже четвертый год. Люди вооруженные прибыли, здесь никаких не объясняют своих действий. Мы работаем в совместном калиберге, в совместном учении. Ответ на следующий день дает так называемый глава псевдореспублики ЛНР Игорь Плотницкий. Такая вооруженная попытка захвата власти. Тем временем в Луганск заезжают колонны военной техники, тысячи военнослужащих и все из Донецка. Да там сколько их видят? Да глянь, посмотри, одни КамАЗы. Я просто не понимаю, что сегодня будуор не происходить у нас. Это просто нереальные вещи. Походу война будет сегодня. Как бандиты с оружием захватывали родной Луганск, хорошо помнит Андрей Дегтяренко. Журналист сбежал в Киев, сейчас поддерживает связь с земляками. Говорит, ощущения у них те же, страх. У нас появилось ощущение, что мы возвращаемся в 2014 год. По городу тогда ездили разные банды и никогда нельзя было понять, кому ты попадешь в лапы, если тебя вдруг кто-то остановит и потащит на подвал. С кем нужно договариваться? А на единственном телеканале команда Плотницкого рисует параллельную реальность. Готовимся отмечать Новый год. Как оказалось, в этот раз за оружие схватились силовики, так называемый ЛНР, в ответ на решение Плотницкого убрать непокорного ему главу, так называемого МВД, Корнета. Их конфликт давний, а обвинения комичны. Один захватчик обвиняет другого в мародерстве и беззаконии. Плотницкий на отжатом автомобиле лично едет выселять Корнета из отжатого дома. Прокуратура, Народный совет, МГБ, все пришли к решению, что пора соблюдать законы, как вы говорили, поэтому освобождайте дом. Идите, только пожалуйста посмотрите, все ли на месте, опись составьте. Здесь у меня был полностью мой гардероб, нет ни одной вещи. Корнет в ответ перекрыл центр, выставил вооруженных людей, назвал все это борьбой с украинскими диверсантами, ближайшими соратниками Плотницкого. Были выявлены достаточно многочисленные агенты влияния украинских спецслужб, которые проникли, глубоко проникли, я хочу сказать, в органы власти. Все стали укропами, как говорит Корнер, и прямо тут через одного. Дальше больше оказывается главный укроп Луганска, сам Плотницкий, который готовился встречать украинские войска. За мало не получилось вернуться в ней, в реальности за мало, буквально неделю вперед. Помощь Корнету из ДНР перебрасывают бойцов и даже призывают Захарченко ввести войска. Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство Луганско-Народную республику, чтобы реализовать идею 2014 года создания Новороссии. Почему приказу ДНРовцы вместе с людьми Корнета проводят зачистки в госучреждениях? Принудительное слияние ДНР и ЛНР не верит дончанин Сергей Гармаш. Он тоже бежал из Донецка в мирный Киев. Я прекрасно знаю, что исторически всегда были противоречия между Луганском и Донецком. Эти противоречия, это всегда борьба за ресурс, за свою территорию. Эти противоречия очень серьезные. Не думаю, что они стали сейчас меньше, скорее больше, поскольку они между собой установили границы и таможни даже. Причина междоусобной войны банальна. Контрабанда, бизнес, рынок, все то, чем могут поживиться боевики. Но кто кукловод? То, что происходит в Луганске, это всего лишь отражение того, что происходит в Москве на самом деле. Если бы это были внутренние разборки, они бы не приобрели вот такой, скажем так, публичность. Луганский кризис демонстрирует слабость и Плотницкого, и Захарченко. Это же не только внутренние разборки там, в середине, между этими бандами, это также разборки между соответствующими российскими спецслужбами. Это, до речи, очень четко доводит, что сама Россия там всем рулит. По одной из версий, оккупированный Донбасс кремлевские кураторы поделили между ведомствами. Кукловоды с бунтовавшихся силовиков – ФСБ. На происходящее из Москвы реакция скупая. Там попросту отстранились, назвав это внутренними делами. Интересно, что мелкий конфликт, который начался с тяжбы за какой-то чужой дом, может, в принципе, дорасти не просто до того, что головы полетят во всем Луганске, в оккупированной части Донбасса, но и в Москве. Сейчас для Плотницкого страховка его подпись под Минскими соглашениями. Для того, чтобы ее сохранить, им нужно, чтобы все-таки сохранялся Минский процесс. Только он дает субъектность. Москва заинтересована в сохранении Плотницкого и Захарченко. Это последняя соломинка, за которую сейчас хватается Плотницкий. То есть, по факту, его надежда на то, что он, во-первых, хотя бы останется живым, как минимум, на год, до ноября 2018 года, когда у сепаратистов могут пройти новые выборы. Самого Плотницкого уже засекли в Москве, в аэропорту, налегке. С собой взял один костюм и сумку. Вернется ли назад? Большой вопрос. Мы настолько банановая республика, что к нам никто рубля сюда не привезет. Кто станет во главе бандформирования ЛНР-ДНР? Их имена не настолько ценны для Москвы, как сама оккупированная территория. Не комментируя происходящее, Кремль все же побеспокоился об обороноспособности своих наемников. В Украину зашла колонна российских танков. А в Киеве пока наблюдают за всем происходящим. Президент собрал военный кабинет и привел в боевую готовность резервные силы. Ирина Баглавич, Слав Фролов, Никита Исайко и Наталья Неделько. Подробности недели телеканал Интер.